Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. В ночь с 31 октября на 1 ноября Российская Федерация бомбила Украину ракетами и дронами «Камикадзе». Была фиксация запусков самолетов Су-57, ракет Х-69 из воздушного пространства неподконтрольной части Херсонской области. Раньше информация была другой. Сообщали, что ракеты были запущены на докватории Черного моря. Мало того, была фиксация запусков 48 ударных беспилотников из воздушного пространства Курской и Орловской области. Тактическая авиация Российской Федерации бомбила Украину управляемыми авиабомбами, бомбили Харьковскую, Сумскую и Запорожскую область. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны был сбит 31 ударный дрон. 14 беспилотников было локационно утрачено из-за активного противодействия средствами радиоэлектронного подавления. Воздушные бои проходили в пределах Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Полтавской и Одесской области. Во время бомбежки Одессы тремя ракетами Х-69 удалось сбить одну управляемую авиационную ракету. Из-за ракетной атаки повреждение зданий и техники получила пожарная часть в Хаджибейском районе. Два пожарных получили ранения. Также большой урон ракетная атака нанесла Таировскому кладбищу, вследствие чего повреждено 114 могил, 19 из которых разрушено полностью. Одесса, 1 ноября 2024 года. 10 часов 33 минуты. Поступает очень тревожное сообщение. Одесса, Черноморск, укрытие. Угроза баллистики. В 10 часов 34 минуты уже звучит воздушная тревога. 10.35 поступает информация, что была фиксация выхода баллистики со стороны Крыма. Предварительно курс Одесса, Черноморск. Проходит минуты 3, цели не фиксируются. Это работа ПВО в Крыму. А 10.45 поступает оповещение. Отбой воздушной тревоги. 11 часов 28 минут. У нас в Одессе снова звучит воздушная тревога. 10.29. Информация такая. Выход баллистики со стороны Крыма. Все в укрытие. 11.39. Нам сообщают, что взрывы были слышны в Херсоне. Там прилеты баллистики прямо по центру города. 11 часов 56 минут поступает оповещение. Отбой воздушной тревоги. 12 часов 20 минут. У нас в Одессе снова звучит воздушная тревога. В 12 часов 21 минуту нам сообщают, что есть фиксация выхода баллистики со стороны Крыма. Вектор полета юг Украины. На этот раз ракеты летят на Днепр. Там слышны мощные взрывы. В 12.40 поступает оповещение. Отбой воздушной тревоги. До позднего вечера 1 ноября. Обстановка в Одессе сохраняется спокойно напряженной, без воздушных тревог. Пока ровно в 22 часа Одессу не сотрясают несколько мощных раскатистых взрывов. И сразу же звучит воздушная тревога. Нам сообщают, что над Одессой был сбит разведрон. Минут через 5 поступает информация, что над Одессой был сбит разведрон Орлан-10. Всех просят до отбоя находиться в укрытии. А в 22 часа 15 минут поступает оповещение. Отбой воздушной тревоги. За октябрь месяц 2024 года Российская Федерация запустила по Украине 223 ударных беспилотника. 1185 ударных дронов было уничтожено. 738 локационно утеряны из-за активного противодействия средствами радиоэлектронного подавления. 29 дронов, потеряв управление и делая беспрядочные фигуры, вернулись в воздушное пространство Российской Федерации и Беларуси. Как вы, наверное, поняли, поздним вечером 1 ноября у нас в Одессе сохраняется очень тревожная и опасная обстановка. Возможны удары баллистикой или дронами камикадзе. Я буду внимательно следить за этой непростой ситуацией и в случае ухудшения обстановки в Одессе и в Одесской области обязательно по возможности выпущу ролик и расскажу то, что будет у нас происходить. А это были главные новости из Одессы моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба. Всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok